Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Журбин. В начале коротко о главных темах выпуска. К рекам ограничат доступ, фестиваль туристов пройдет в Новосибирске и ветераны сыграют футбол. Доступ к воде в Новосибирской области ограничат. Соответствующие аншлаги уже закрепили у реки Ине. Для обозначения охраняемой территории на участках протяженностью 540 километров от устья реки до границы Новосибирской и Кемеровской областей установлено 408 специальных информационных знаков, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса. В таких местах запрещается движение и стоянка автомобилей, выпас животных, размещение захоронений и отвалов, распашка земель. В текущем году также установят границы вдоль рек Тулам, Нижняя Ельцовка, Камышенко, Плючиха, Каменка, Ельцовка-1 и Ельцовка-2. Здание бывшего доходного дома Марины Питковой реконструируют к концу лета. Предполагаемая стоимость ремонта памятника – 3 миллиона рублей. В здании расположена школа, поэтому восстановить его необходимо в кратчайшие сроки. Напомню, пожар в этом строении на улице Коммунистической, 23, произошел в середине апреля. Здание частично выгорело, внутри пострадали окна, полностью уничтожена пристройка. Доходный дом – уникальный памятник деревянного зодчества, фрагмент дореволюционного Новониколаевска. Летняя площадка для детей «Бэйби-клуб» установили в Сдвинске. Появилась она благодаря стараниям молодых родителей. Ее торжественное открытие стало настоящим праздником для маленьких жителей села. Приглашаем на час веселья! Подходи и не скучай! С нами в игры поиграй! Скучать с Двинской детворей теперь не придется. Качели, горки, песочницы, карусели – настоящий детский городок возвели на главной площади районного центра. Это очень нужное дело, во-первых, потому что наши ребятишки будут там постоянно играть, качаться. Построить детскую площадку для местных ребятников решили сами молодые родители. Идея родилась год назад. Для начала родились наши дети, которые лежали в колясочке. Мы с девчонками ходили по улице, гуляли. Девочки сегодня не лежат, замечательно все, а завтра они пойдут. А куда они пойдут? Женщины сами нашли ответ на этот вопрос. Детям нужно место для игр и отдыха. И завертелось. Вместе написали грант на строительство детской площадки, успешно его выиграли, а название проекта появилось само собой. Собирались маму в одну кучку с ребятишками со своими. Вытягиваем свои ладошки. Это наш клуб. С этого пошло название. Грантовых средств на строительство всего задуманного не хватало. Недостающие деньги собирали, что называется, всем миром. Где-то помог депутат ЗАГС собрания, не остались в стороне и местный предприниматель, и руководители предприятий. Помогли то техникой, то строительными материалами. Помогали, потому что это для детей, в первую очередь. Ну и наша организация всегда в таких мероприятиях участвует. И стараемся помогать, потому что строительный материал у нас есть. Нам не тягость выделить именно для детей. Очистили место по строительству, оставили ограждение, собрали полностью все конструкции городка. Более 20 семейных пар своими руками возводили детский городок. Да, вы сделали. Вы молодцы. И пока будут у нас вот такие активные, неравнодушные, заботливые люди в Сдвинске, у нас все будет прекрасно. Наше село будет процветать. Галина Раскопина, Игорь Свецов, Новости ОТС. Два дня на берегу Обского моря. Сегодня стартует городской молодежный фестиваль Торфест 2015. Участникам предстоит несколько испытаний. Например, быстро разобрать и поставить палатку, переплыть на бревне через реку, развести костер и многое другое. Молодые туристы также попробуют себя в роли врачей и поваров. Кроме того, зрители и жюри ждет увлекательное зрелище – сражение на спальных мешках. Звезды российского футбола сыграют в Новосибирске. Участники – ветераны спортивных клубов «Чкаловец» и «Московского Спартака». Игра приурочена к юбилею легендарного спортсмена Муртаза Накчеби. Он отыграл за команду 440 матчей. Перед началом турнира пройдет автограф-сессия и мастер-класс с воспитанниками новосибирских футбольных школ. Игра продлится 70 минут и закончится округом почета Накчеби по стадиону «Спартак». К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Желаю вам удачного дня и до встречи в эфире. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. Вначале коротко о главных темах выпуска. Трамваи перестанут ходить, школы меняют профиль и новосибирские спортсмены на пьедестале почета. Дороги нет. В Новосибирске по улице Вертковской перекроют трамвайное движение. Там будут ремонтировать пути. В связи с этим изменится схема маршрутов. Как будет организован проезд вы можете наблюдать на своих экранах. Работы продлятся до конца июля. Как избежать пробок, аварий и подвести дороги к новым жилым массивам. Сегодня транспортную инфраструктуру Кировского района Новосибирска обсудят чиновники, депутаты и сотрудники ГАИ. Среди главных тем – очаги аварийности и заторов, проблемы с расширением дорог. Отдельно участники поговорят о новых и еще строящихся микрорайонах, о том, как провести к ним подъездные пути и избежать транспортного коллапса. Стороны также обсудят уже существующие строительные проекты и те, которые только на бумаге. Вместо учебных классов – игровые комнаты. Чулымская школа поменяла профиль. Сегодня в образовательном учреждении детям разрешают бегать, прыгать, петь и плясать. О буднях пришкольного летнего лагеря смотрите далее. Построить загадочную башню из конструктора, порисовать и даже посмотреть любимые мультики. Все это разрешается делать в Чулымской школе. Более 40 детей проводят лето не во дворе, а в пришкольном лагере. В этой площадке лучше, потому что там развивается, там интересно, потому что дома сидеть скучно, а на площадке можно играть в любое что. Скучать детям некогда. Каждый день расписан по минутам. С утра зарядка, завтрак и до вечера масса мероприятий. В лагере два отряда – кузнечики и светлячки. Первый – для ребят среднего школьного возраста, второй – для еще совсем маленьких изначальных классов. Мы пытаемся всех занять, и тут же спортивная площадка, и все. Дети заняты, по крайней мере, большую часть дня, вот это время, пока они находятся у нас. Они заняты, они нигде не болтаются, они проводят время так, как нужно. Этот лагерь далеко не единственный. Более 700 школьников сегодня участвуют в подобных пришкольных сменах по всему Двинскому району. Галина Распопина, Игорь Свецов, Новости ОТС. Русская история живет в Академгородке. Сегодня там пройдет шоу народного костюма в рамках фестиваля художественных ремесел. Любой желающий сможет увидеть, как одевались городские модницы 19-20 веков. На дефиле покажут одежду старожилов Западной Сибири, платья в этническом стиле и наряды петровских времен в современном варианте. Гости шоу научатся плести традиционные венки и пояса, а те, кто придут в русских костюмах, поучаствуют в фотосессии. Новосибирские тхаквандисты стали призерами Кубка России. Соревнования проходили в Татарстане. Екатерина Митрофанова стала бронзовым призером весовой категории 62 килограмма. Сергей Дозорцев поднялся на третью ступень пьедестала. Спортсмены тренируются под руководством Владислава Митрофанова. К этой минуте у меня все новости. С ними воспознакомил Александр Журбин. Желаю вам удачного дня и до встречи в эфире. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. Вначале коротко о главных темах выпуска. ГАИ отмечают профессиональный праздник. Новосибирских пенсионеров обучат интернету. И спортивные семьи поощрят деньгами. Их служба и опасна, и трудна. Сегодня сотрудники ГИБДД принимают поздравления. Государственная автомобильная инспекция МВД Советского Союза начала работать в 1936 году. Помимо своих прямых обязанностей, инспектор активно занимается образованием населения и уделяют внимание пропаганде образа законопослушного пешехода и водителя. Статистика свидетельствует, что в последние годы количество жертв аварий на российских дорогах сократилось. Тем не менее, с января по июнь этого года в Новосибирской области произошло более тысячи ДТП. Новосибирских пенсионеров научат пользоваться интернетом. Занятия стартуют в сентябре. Проводить их будут волонтеры. За партой сядут 400 неработающих граждан преклонного возраста, которые смогут бесплатно пройти курсы компьютерной грамотности. Учеников обучат оперативно получать необходимую информацию на различных сайтах, в том числе портале госуслуги, оплачивать коммунальные платежи онлайн, записываться на прием к врачу и смотреть расписание работы учреждений. По итогам реализации пилотного проекта в Новосибирске его могут провести и в области. Цветы и персональные поздравления от первых лиц государства и региона, а главное – любовь и забота близких. Артиллерист, участник Великой Отечественной войны Николай Головачев встретил свой 90-летний юбилей. В числе гостей и съемочная группа ОТС. С днем рождения, папа. Здоровья самое главное. Хорошего настроения. Спокойной вам жизни и продолжительной жизни. Живите до 100 лет и больше. С самого утра Николай Семенович принимает поздравления от детей, внуков и правнуков. Сейчас немного приболел. Возраст подводит, шутит ветеран. Однако гостей встречает, как настоящий солдат. Николай Семенович, я от имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, от губернатора Новосибирской области Владимира Филипповича Городецкого и от себя поздравляю вас с юбилеем. Желаю всего доброго, здоровья самое главное. В 13 лет Николай Семенович остался без родителей. Младших сестру и брата забрали в детский дом. Сам же пошел работать в больницу, заготавливал и привозил дрова. Когда началась война, ему не было и 16-ти. В 43-м призвали на фронт. По распределению Николай Семенович попал в артиллерийские войска 2-го Белорусского фронта. Я в артиллеру попал. Дальнобойное орудие, я забыл, как его название. Третьим номером был заряжающий. Потому что там снаряд, вот этот стол. Вот, берешь так в замок, до лафета заносишь, до затвора. Тут уже наводчик берет под жопу, толкает его туда. И когда зарядили, мы убегаем уже от этой отпушки. И стоишь рот развернувший, потому что звук большой. И все же в одном из боев Николая Семеновича контузило. Полтора месяца в госпитале и снова в бой. На Берлин. Шли пешком, шаг за шагом, все ближе к победе. После войны вернулся в родное село. Женился. Вместе с супругой уже 69 лет. Вырастили восьмерых детей. Дожить только до этих лет, а еще остаться в сознании и в трудоспособном возрасте. Это, наверное, только плюсы огромные им. Да, конечно, фронтовик, участник Великой Отечественной войны. Конечно, гордимся. Друг над другом, как коршун с коршуницей. Если бабушке плохо, он над ней вот прямо это. Если ему плохо, она не смеет болеть. Сам виновник торжества слез радости в этот день не скрывает. Признается, приятно, что спустя десятилетия, а тебе помнят, тебе благодарны. Елена Кинт, Николай Подскребышев, Новости ОТС. Новосибирский школьник занял первое место на Всероссийском чемпионате по чтению вслух под названием «Страница 15». Состязание среди старшеклассников, посвященное Году литературы в России, проводилось впервые. В отборочных турах приняли участие более 5000 детей из шести городов страны. По правилам соревнований участники без подготовки читали заранее отобранные Оргкомитетом отрывки из произведений русской и зарубежной литературы. Новосибирск на конкурсе представили Анна Петрова и Юрий Пахил, который в итоге и стал победителем чемпионата. Самую спортивную семью выберут в Новосибирске. Победители получат денежные призы. Городской фестиваль приключений «Папа, мама, я, дружная семья» приуроченный к Всероссийскому дню семьи, любви и верности пройдет 4 июля в Зайльцовском парке. Заявки на участие уже подали 20 команд. Победители получат кубок и подарочный сертификат номиналом 5 тысяч рублей на приобретение посуды и товаров для дома. Команде, занявшей второе место, дадут 3 тысячи. Бронзовым призерам достанется 2 тысячи рублей. Все участники фестиваля получат дипломы и памятные сувениры. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Желаю вам удачного дня и до встречи в эфире. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В начале коротко о главных темах выпуска. Молодым предпринимателям дадут денег. В Новосибирске пройдет необычная акция фотографов. И к выходным в регионе похолодает. Государство спонсирует бизнес. Конкурс на финансовую поддержку в виде грантов начинающим предпринимателям объявлен в Новосибирске. Призовой фонд почти миллион рублей. За счет субсидий из областного бюджета. Проводит мероприятие Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии. Заявки на участие принимаются с 20 до 30 июля. После в течение двух недель определят победителей. Каждого участника конкурса проинформируют в письменной форме о решении принятым департаментом. Будь внимателен, юный пешеход. В Барабинске открылась Дорожная академия. Проект, который учит детей правилам поведения на проезжей части. Отряд юных инспекторов провел открытый урок для школьников. Ребята научились различать дорожные знаки, сигналы светофора, а также узнали об основных причинах ДТП. В рамках проекта сотрудники ГАИ провели акцию «Стань заметнее на дороге» и вручили юным пешеходам специальные светоотражающие элементы. В Новосибирской области началась заготовка кормов. Перед каждым районом стоит своя задача. Например, Качковским животноводным необходимо 200 тысяч центнеров одного только сена. О том, как идет работа, расскажет Яна Рагуля. Влаги много травы в этом году большие будет. В тот год план сделали, перевыполнили. Сергей Федулов знает, о чем говорит. Механизатор с более чем 30-летним стажем на глаз может определить и качество травы, и количество центнеров скошенного сена с гектара. В поле он до позднего вечера. Старается скосить как можно больше. Говорит, от выполненной работы зависит и величина заработной платы. У меня от гектара, чем больше гектар, тем больше заработаю. Вот мы и стараемся больше делать. 70-70 с лишним в день выдаю. Правда, бывают заминки. Радиатор в тракторе частенько забивается цветочной пыльцой и пылью. Чтобы продолжить покос, нужно продуть. А это пусть и небольшое, но время простое. Но в целом работа идет без перебоев. В Решетовском хозяйстве планируют заготовить 70 тысяч центнеров сена. Уверены, план выполнят. В связи с дождливой и теплой весной, травостой в этом году хороший. Урожайность гектара составит около 30 центнеров. По словам специалистов, это очень хороший показатель. Сейчас самое главное, чтобы не подвела погода. Сену, прежде чем его прессовать, необходимо дать высохнуть. Вот мы косили на ту неделю в среду. Вот вчера шесть дней пролежало, вчера запрессовали. Ну, она уже и на корню, считайте, сохнет. Жара какая стоит. Она и так, ну, хоть молодые травы, долго сут, а старовозрастные быстро сохнут. В основном сена здесь заготавливают для общественного скота. Для частного подворья, если и косят, то совсем немного. Закончить сенокос решетовцы планируют до конца июля. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. В Новосибирске устроят массовую сушку. Не белья, а фотографии. Сегодня в Нарымском сквере пройдет акция по обмену снимками. Любой участник сможет повесить свои работы на веревке с помощью бельевых прищепок. За четыре года существование фотосушка прошла в ста городах России и мира. Проект объединяет фотографов самых разных жанров и стилей, любителей и профессионалов. Свой снимок можно подписать и оставить на обороте координаты для связи или необычное послание. При этом можно забрать и работы других авторов. Сушка фотографий в Новосибирске стартует в два часа дня. 30-градусная жара в области сменится резким похолоданием и градом. Произойдет это в предстоящие выходные. С юга-запада к региону приближается холодный фронт. Изменения в атмосфере приведут к ливням, грозам, не исключенный град. Возможен сильный ветер. В субботу и воскресенье дневные температуры опустятся до плюс 18-23. Ночные еще ниже, в среднем около 11 градусов тепла. На этом у меня все новости. С ними воспознакомил Александр Жорбин. Удачного дня вам и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова